Итубы уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Наша сила сплоченности. Беларусь готовится от праздного День народного единства. Это и есть ответ на любые провокации. Как сохранить независимость? Продавцы несчастья. Оперативники задержали трех наркокурьеров. В машине есть что-нибудь запрещено? Да. Что? Два килограмма вещества. Долго ли длилась сомнительная подработка? Тот еще фрукт. В Абруйске продолжается борьба с несанкционированными рынками. На этот продукт, как правило, отсутствуют документы. Чем чреваты такие покупки? А также престижная награда, сладкий урожай и популярный бренд. В стране сохраняется динамика роста продаж новых легковых авто. Ими гордится страна. Президент вручил государственные награды. В зале Дворца независимости собрались люди, которые достигли высоких результатов профессиональной деятельности и доказали своим трудом преданность Отечеству. В числе приглашенных работники образовательной сферы, сельского хозяйства, промышленности, защитники Родины, спортсмены, артисты. Всех объединяет одно – стремление быть полезным обществу и государству. Каждый из вас олицетворяет лучшие национальные черты белорусов. Это трудолюбие, которое проявляется в желании развивать свои способности, постоянно учиться и профессионально расти. Это патриотизм, который мы видим в стремлении служить Отечеству, готовности в любой момент встать на защиту этого Отечества. Выращивая хлеб, обучая и воспитывая детей, помогая людям с трудной судьбой, спасая жизни, вы демонстрируете ответственность, милосердие и человеколюбие белорусского народа – главные его черты. Ваше творчество отражает красоту и гармонию нашей культуры. Научные достижения показывают интеллектуальную мощь, а спортивные победы – силу духа нашей нации. Александр Лукашенко призвал белорусов не повторять ошибок прошлого и сохранить мирную Беларусь для детей и внуков. Крупный улов. Благодаря грамотным действиям оперативников до потребителей не дошли тысячи доз психотропа. В Витебске содержаны три наркокурьера. В личном автомобиле одного из них обнаружено три килограмма мифедрона. Накануне задержания молодые люди ездили в Минск за товаром, который собирались расфасывать на мелкие партии и разложить по тайникам во всех регионах страны. Сомнительная подработка длилась три месяца. В машине есть что-то запрещено? Да. Что? Два килограмма вещества. В ходе проведения дополнительных мероприятий по пресечению деятельности наркошопа сотрудниками установлен еще один участник преступной группы. 29-летний Витебчанин задержан оперативниками в областном центре. У последнего также изъят мифедрон, который фигурант планировал разложить на мелкие закладки по территории области. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Потребительские цены, бесплатные экскурсии и сладкая жизнь. В Беларуси планируют накопать 5 миллионов тонн сахарной свеклы. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В августе в Беларуси зафиксирована дефляция. Индекс потребительских цен на товары и услуги по сравнению с июлем 2023 года составил 99,7%. С декабрем 2022 – 102,9%. Продукты питания подешевели на один. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,2%. В Беларуси планируют накопать 5 миллионов тонн сахарной свеклы. Такой объем сырья загрузит на полную мощность все четыре специализированных завода. Урожайный сезон позволит полностью обеспечить сладким продуктом внутренний рынок, а также заработать на экспорте. Активнее всего в переработку включились комбинаты Минской области. В Беларуси снова объявлен конкурс для господдержки бизнеса. Средства могут предоставить в виде займа или лизинга имущества до пяти лет. Общая сумма – почти 2 миллиона рублей. Проекты должны быть связаны с развитием и расширением производства, реализацией импортозамещающей продукции, внедрением новых технологий. Предпринимателям нужно создавать и дополнительные рабочие места. Заявки ждут до 15 сентября. В стране продолжается динамика роста продаж новых легковых авто. Спрос превышает предложение. За месяц реализовано 2019 машин – это почти на четверть больше, чем в июле. Лидирующие позиции по-прежнему у бренда «Джели». Специалисты прогнозируют, в четвертом квартале на импорт транспорта значительное влияние окажет изменение курса белорусского рубля к юаню и унификация с Россией тарифов утилизационного сбора. Школьники смогут бесплатно ходить на экскурсии с классом два раза в год. Учебные заведения будут покупать билеты за счет средств республиканского или местных бюджетов, которые им предусмотрены. Решение направлено на совершенствование образовательного процесса, формирование уважения к культурно-историческому наследию событиям в годы ВОВ и послевоенный период, а также на воспитание патриотизма и активной гражданской позиции. В Бобруйске продолжается борьба с несанкционированными рынками. Треть покупок из общего оборота ритейла приходится на них. Покупатель торгует рублем не зря. Свежие овощи, фрукты, зелень, мясо. Вот только все ли так безоблачно на самом деле? Битые кабачки, гнилой картофель, просроченная консервация. Торговля с земли – угроза для людей. Санстанция ежегодно борется со стихийными рынками. На этот продукт, как правило, отсутствуют документы ветеринарного контроля. И можно заразиться таниидозами. Это широкие лентяцы, это трихинелез. Это все группа гельминтов, которые могут приводить даже к смерти человека. Псевдопродавцы вряд ли предоставят гарантии и подтвердят происхождение, качество и безопасность товара. Медсправка тоже скорее исключение, нежели правило. К слову, за несанкционированную торговлю предусмотрена административная ответственность. Штраф до 111 рублей. Вместе за процветающую Беларусь Бабрусь готовится отметить День народного единства. В преддверии самого молодого праздника в городе проходят диалоговые площадки и практические семинары. В планах региональный форум, премьера фильма и масштабный велопробег. Обо всем по порядку Ольга Васенда. По новым правилам в стране ведется планомерная работа по подготовке к избирательной кампании 2024-го. В следующем году впервые пройдет единый день голосования. Намечен он на последнее воскресенье февраля. Беларусам предстоит избрать депутатов всех уровней, сформировать состав Совета Республики, выдвинуть делегатов в НС. Наши люди поняли, что больше нельзя оставаться нейтральными, не интересоваться. Что если ты не интересуешься политикой, политика начинает тобой интересоваться, использует тебя всячески. Потому что ведь по сути играли на эмоциях людей, на добрых чувствах, на хороших качествах. То есть все использовалось врагами нашими, для них ничего святого нет. Социально-политическая, экономическая и демографическая ситуация в преддверии избирательных кампаний в России и Беларуси – ключевая тема встречи с руководителями идеологической вертикали. Аналитик Белорусского института стратегических исследований делится, как в потоке информационных вбросов, отличить правду от лжи. После Алексей Авдунин затрагивает злободневные вопросы, экономические войны и искажения истории. Если вы понимаете, что вы, ваше окружение спокойно имеют возможность зарабатывать деньги, имеют работу, имеют социальное обеспечение, дети ходят в школу, пенсионеры получают пенсии, поддержку, это и есть ответ на любые провокации. Это значит, что система, наша система, наше государство работает правильно. В преддверии Дня народного единства в Бобруйске проходит торжественная церемония вручения билетов членам политической партии «Белая Русь». Это не просто документ, а большая ответственность. Здесь только те, кто, несмотря ни на что, будет отстаивать интересы нашей республики. Стратегическая цель патриотов – укрепление независимого, сильного и процветающего государства. В одной, в единой команде мы сделаем всё для того, чтобы развивать нашу страну, быть поддержкой и опорой главе государства, быть опорой нашему правительству и идти к той цели, которая определена нашей концепцией. Убеждён, что вместе у нас всё получится. Белорусы отметят День народного единства 17 сентября. Именно в этот день, в 1939-м, начался польский поход Красной Армии, в результате которого произошло воссоединение Западной Белоруссии и БССР. Самый молодой праздник в стране подчёркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность нашей нации и государственности. Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. В продолжении темы – активный отдых и чувство единения. В Бобруйске прошёл турслёт актива молодёжи. В преддверии Дня народного единства в урочащий Белый берег собрались предприятия города. В программе «Туристическая полоса», «Игры на сплочение коллектива», «Конкурс блюд», «Презентация творческих способностей» удивили участников и новыми видами заданий. Во-первых, мы себя показываем среди города, то есть, что мы не просто какое-то там предприятие деревопереработки, мы в первую очередь коллектив, который везде старается быть, участвовать. Победителем стала команда «Фандока», второе место у ТДА, третье у КПД. Подарок денежный призет Бобруйского грузполкома, плюс вместительная палатка, дорожный холодильник, переносная электрогорелка, компактные фонарики и походные стулья от Союза молодёжи, а также памятные дипломы, медали, кубки и, главное, незабываемые впечатления. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!